Не дают раскрыть рта. Менчанке запретили петь в караоке. Кто отправил в черный список Лободу, Виагру и Лепса? И почему этот день рождения навсегда останется грустным праздником? Своё 25-летие Менчанка Ангелина решила отпраздновать с размахом. Забронировала столик в одном из самых пафосных клубов столицы. В районе 10 часов вечера девушка и 12 приглашенных гостей зашли в заведение. После лёгких закусок и пламенных речей вечер подошёл к своей долгожданной кульминации – исполнению песен. Ведь они пришли не куда-нибудь, а в караоке. Мы выбрали на тот момент, как мы думали, самое наше лучшее заведение Джейсамина. Когда настал черёд петь самой имениннице, администратор неожиданно одёрнул девушку и заявил, репертуар, который она заказала, слишком печальный. И под такие треки остальные посетители заведения попросту уснут. Сказал администратор, что она нас предупреждала о том, что не поются грустные песни с двух до четырёх часов. На самом деле нас никто не предупреждал, Дима сидел возле меня, нам просто показали меню и всё. Компания пришла в ярость. Ведь кто платит, тот и заказывает музыку. Гости заранее приобрели пригласительный, а значит и право на безлимитное исполнение. За пять часов нахождения в заведении мы спели четыре песни. Дальше была самая ужасная ситуация, которая испортила весь вечер и всё впечатление о заведении. Именинница попросила спеть песню. Ей сказали, что песня грустная. Праздник был безнадёжно испорчен, а рассерженная именинница даже спустя неделю с трудом сдерживает гнев. Никто не извинялся, вот мы так и ушли. И я стояла возле друзей, уже такая, знаете, поникшая. За честь подруги вступился друг и участник провальной вечеринки. Именно Дмитрий затрубил про скандал на всех углах. Никаких извинений, конечно же, не было. Причём они так очень саркастично говорили о том, что всё, что пишется в жалобную книгу, никуда не попадает. Им вообще всё равно, что там будет написано. Вот. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы как-то перед именинницей извинились, хотя бы просто по-человечески. На сайте заведения нет ни слова про выбор репертуара и правила исполнения песен. А владельцы заведения на все просьбы нашей программы прокомментировать инцидент с испорченным праздником ответили категорическим отказом. В данной ситуации, если потребитель заказал песню, которая имелась в караоке именно в прайс-листе, и ему отказали поставить данную песню, то, соответственно, потребитель вправе обратиться с исковым заявлением в суд и предъявить требования компенсации морального вреда. У пострадавшей стороны, уверяют юристы, всегда есть право не только получить законные извинения, но даже наказать рублём негостеприимные заведения. Наша программа будет следить за развитием этой истории. Если потребители оплатили стоимость услуг, администрация не вправе отказать в их предоставлении. Кроме того, потребитель имеет право заявлять требования о выплате ему денежной компенсации морального вреда за испорченный вечер.